Всем привет, друзья! Суббота опять. У нас почти лето. Летим мы на оффроуд с мечтой. С мечтой почти. Такая красота. Сегодня чуть свежее. Погода шикарная. Мне жарко, хорошо. У кого-то на велосипедах пока туха сегодня. У меня тренируется человек. Профессионал какой-то. Ох, какой ретро-тепловоз. Киев на месте. Тут что-то разрушено, видно. Что-то попадало, наверное. Полутораметровое ботоксное пуйло не успокаивается. Каждый день люди гибнут. По всей стране. Сегодня будут интересные машинки. Сейчас покажу вам. Наверное, будет не очень много людей, но... Тачки будут серьезные. Там я показывал в стадии постройки. В стадии завершения одна из серьезных. Один из серьезных внедорожников. Ну и один очень серьезный. Даже два очень серьезных. Ну и третий такой, менее серьезный. Ну и еще кто-то будет. Ну вот, смотрите. В общем, сегодня тачки одна круче другой. Шишига. На БТРовских шинах. Ну, мою вы видели. А тут... Не-не, Киа не с нами. Тут УАЗ. Тот, что был на БТРовских. Теперь он на 40. Олег, а какой Треподор размер? 40-й Треподор. Внемоговские мосты. Кто не видел. Внемоговские мосты. Мотор 2,7. Турбодизель. Мерседес. Карабас с него же. Короче, тут все по-взрослому. Барсик зовут. Барс, кстати, УАЗ. Ну и Леня тракторист едет. Так что у нас сегодня коллектив такой. Заряженный конкретно. Сейчас долетим до места. Нырнем в болото все вместе. Смотрите, какая еще с нами тачка едет. Смотрите, какая с нами тачка еще едет. Да, да, да. Планета. Планета. Только Чешевская уже смотрю. Слышишь? Цилиндр БАКС четвертый. БАКС четвертый. Не, планета четвертая. А цилиндр пятый. Это Минска. Минска, да? Да. Да нет. Не от Минска, это Ижев. Это Минска и колесо. Да. Резина Минска. Ну резина может, но это. Не, не. У меня сзади девятнадцатое колесо, спереди семнадцатое. А сколько здесь? Какой ковровца объем? 185? Нет, 350. 350, да? Да. А, это же планета. Да, да, да. У меня была такая тоже, только пятая. У Мои Кума был планета спорт. Помнишь? Это жестко. Так у него эти были макуни, карбюратор, полностью электроника японская была. Это же были одни из первых. Да. У них были очень такие. Да, раритет, да? Да, вообще. Так, пока суть справа, да. У план уже на ходу, короче. Да, одной рукой паштет доедает, короче. Другой крутит. А ты амортизатор откручиваешь? Сейчас быстро. Вот, девица. Пока. А люди шукают себе СТО. Оно воно передвижное. Эвакуация, СТО, все на свете. Он там жмение ключей. И все. Да подожди, сейчас все поменяем. Ну, давайте поражаем, короче. Болтяра у него такой. У тебя на одном болту. Зато смазано. Амортизаторы могут держаться левый и правый. Кстати, да. Тут продумано все до белочей. Я понял, да. Вдруг болт оборвет, тогда. Тогда можно вот так через раму протянуть, короче. И с другой стороны другой амортизатор прокрутить. Я на него бочку качу, а они даже не краснели. Подожди. Сейчас все по плану идет. Начало нормальное, да? Ну да. Я же говорю, перебежное СТО, главное трехи ключей иметь с собой. Надо быстро поменять амортизаторы. Изменили ход подвески. Ну, бабай, тут под маленький квадрат. Учись, сынок. Учись. Ключи всю жизнь подавать будешь. Подожди, никто тоже. Съемник, казалось, треба для втулок, да? Да, да. Дивися на ци пальцы, це шо плоскогубцы. Им шо скеракал. Вадим приезжал. Кто? Вадим, на этом. На чем, на чем? На УАЗе. А, Вадим приезжал. О, нормально. С Русланом опасно здороваться. Он может своими крючками повыдергивать руки. Видит, что творит. Я так понимаю, что сценарий для пакистанских технорей, короче, ты писал, да? Да подожди, дай починить машину. Да я понял. Хорошо, хоть не коленвал оторгнул. А так бы я тут сварил бы на коленке. Подожди, дай починить машину. А шо, ты думаешь, кто-то кому стролить всех людей в своем кино? Я ж тебе это отправлю и жду, чтобы ты его вложил в серию. Ну хорошо. Диви. Съемник, сказал он. Руслан, если плюнуть, то будет краще. Я понял, я вспомнил. Забыл. Подожди, тихо. Где Леня? Диви. Ого, это слюна, блин. Подожди, втулка где-то еще. О, не хватает тула, конечно, сейчас их все на входе. Так. А нижняя подойдет или походит еще? Ну покажи. Да конечно. Да походит, да? Еще до Луны и обратно. Два раза, да? Нет, ты сайдер. А, ты стороной нас обходишь? Да, точно. Амортизаторы решил поменять, чтобы вход. Прямо на ходу, да? Да, хорошо хоть остановился. А мог не останавливаться, короче. А ну подожди, сейчас посмотрю, может я зря начал. Может он не рабочий, да? Да нет. Это рабочие, это оригинальные шестерки за 84. Нет, это оригинальные запорожевские. Привет. На походе еще. Тут лучше ненамного. Видишь, сегодня только серьезные тачки. После прошлого оффроуда люди... Люди как-то не выжили, да? Че-то нет уда-руда. Посмотри, какие машины, блин. А вот. Мотоцикл, КХБ. Хорошо, чем мы сейчас все выпьем тянуть, блин? Это ваши трудности. Ха-ха-ха-ха. Так, подожди, а как была конструкция? Аж теперь попробуй верни. Можем отмотать кино посмотреть. Ха-ха-ха. Да стой, нет, это вверху было. Я помню, вот такой такой, короче, шплинтный двигатель, и он сверху был. Вот так было? Да. Да? Да, похоже. Вот так нам только втулку надо положить. Вот сюда. Смотри. Тут технологии. Потом. Я вот это вот себе запишу на всякий случай. Смотри, вдруг захочешь починиться. Ни хираж не шарим в колбасных обрезках. А, вон с той стороны же есть образец. Да, пошел я образец посмотреть. Саня, иди на помощь, где ты делся? Так, сейчас это запишу и покажу, как оно там собрано. И снизу. Образец ты смотришь? Смотришь? Внизу короткий, да? Изучение образца. Внизу короткий, подальше. Да, спецтехнологию проходит, Руслан. Внизу короткий. Ну, тут, да, что-то технология такая серьезная. Вот это вот наше украинское кораблестроение. Подожди, кораблестроение. Что-то не хватает, где-то втулку я уже делал. Мы же под машиной. Вон на земле лежит. Вот, да, вот. Есть? Да. Ёлки-палки. Если бы не ты, то я бы тут... Пошло неделю б через амортизаторы ехать. Блядь, там упало. В раму, что ли? Да нет. Отдаешь. Смотри, как сзади. Ха-ха-ха. Достаю. Да, технология, да. Тут нифига не сгубишь. Все продумано, короче. Вот всю дырку падает, короче. Надо вот эту лавочку вытянуть и все. Длинный дел у нас. Вверху длинный, да? Внизу короткий. Да. Ты хорошо хоть две стороны не разобрал, а так бы не собрали этот кубик. Да, никогда бы не собрали тут. Да, без второго. Андрюха старался, чинил. Здесь все нашкодил. Занозы можно понаделывать. Технологии. Проволока специальная тут есть. Да все тут. Наживляй. Наживляй. Даже вот эта гайка тут. Единственный раз, когда Леня не вовремя приехал, это оказалось вовремя. Руслан успеет сходовку по-скорому перебрать. Так, подожди. Теперь верхний надо нажимать. Технологии ты помнишь, где шум? Я вот не понимаю. Нахера тебе ключи? У тебя пальцы, блин, две ключи. Нахера такие технологии? А, пальцы. Ну да. Подожди. Все тут по графику идет. Ёханы бабай стоят. Если Руслан сказал, что по графику, это опасный момент. Руслан, где твоя третья рука? Да непонятно. Широкая на широкая. Что широкая на широкая? Леня приехал. Приехал, блин? Так тебе один амортизатор надо было починить или два? Два вообще. Два? Ну ладно, Леня в магазин отправим. Пусть за едой идет. Не, я пошатал вчера, Сань, это, получается, ну в упор, понял? Особенно левый, чуть ниже, блин. Корсево. Ну надо будет подняться. Ну сейчас не будем или больше. В общем, когда ты выходишь на глиссер, короче, да, амортизаторы в упор идут. Подожди, подожди. Привет, Леня. Привет, Леня. Ну что, вы сделали тачку? Привет, покажи Ленину тачку. Первый раз выезжаем. А, да. А где Ленину поставил? О! Вертолет. Ленин аппарат злой, как сдец, короче. Взекло из кукурузного комбайна, взнял колеса и теперь нет. Ну что, нету, посмотрите. Нет. Не хватило этого. Совести не хватило. Ехал как все. Самосовестность. Прям два дня назад подритый. О! Бля, точно. Это вечно какая-то щетина молодого француза такая была. Так, снимаешь 2 гига меньше 2 гига. Я не мог, чтобы ты мог мне перебросить файлом. Ага, хорошо. Делай паузу. Ага. Ну что, Руслан, ты запомнил технологию? Теперь к левой стороне давай приступай. Быстро. Швыдку. Чтобы не уехали люди, блин. Я боюсь. Чтобы люди не уехали. Я никуда, а люди мы тут. У тебя инструмент людей. У тебя инструмент людей. У тебя единственный. Я инструмент не беру, потому что он может утонуть. Ты понимаешь? У меня же машина низкая. Ну, есть такое. Слышь, а ты смазку покупал или где-то из коровьих лепешек достал? Что там такое? Ну, здесь воно такие, блин, на какахуйкусь похоже. Да, что ты рассказываешь? Там Шелл оригинал. Шелл оригинальный. Это как коровы делают, да? Блин, я там... Сейчас, вторую я уже быстрее замену. Уже рука... Набита. Набита. Все. По втулке надо будет... Не, ну не забыть, надо плюнуть, быстрее пойти. А ты не вынимай отсюда вот болт, нижний. Нижний не вынимаю, да. Нижний не надо. Я уже видел. Где соскочил? Ну и что? Нет, ну правильно. Болт пусть стоит на месте. Да, потом только вот такие вот. То есть, только лишних движений сделал. На зачет сейчас идешь. Да. Интересная ситуация, короче. Тут у нас спор такие вышел, короче. Сдаст Руслан норматив или нет? Норматив является. Это Леня пришел там, короче, за хлебом. В магазин, короче. И до того часа выйдет, Леня. А Руслан прикруто, или не прикруто, Амур? Сейчас я слышу. Ты выйдешь, ускоряется, блин. Уже аж думаешь. Где он? Сколько метров? Еще не дошел, еще несколько метров. Давай, 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 давай. Крути, крути. Смотри, смотри, смотри. Трусятся руки, блин. Вот это напряженная гонка. Ёханый бабай. Это вам не на подъемниках чинить машины, блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Смотри. Где Леня? Леня, где? Все, зачет, зачет. Первый виток есть. Все, зачет. Сто метров. Все, все. Руслан, приз выбирай. Приз достанет тебе Запорожек. Да? Блин, кто же это звонит? О, как всегда прервали, блин, в настоящую гонку. Ну, где ты? Ну, я, блин. Все как Руслан. Сейчас едем. Одной рукой круто, другой телефон, третий, короче, паштет доедая. Блин, я не взял. Шампура есть у кого-то, Андрюха спрашивает? Шампура есть? Шампура. А я пойду в машине гляну. Сейчас займу. Заменил амортизаторы. Смотрите, только серьезные тачки. Люцифер. Патрулевские мосты в белый. Мотор с BMW. И Ленечка приехал. Ну, и вот и Ленина тачка. Ленина тачка, ну, известная. Вояки, клиренс бешеный. Колеса крутые. Ого. И есть сегодня побольше машины, чем у тебя, Лени. А вот рядом. Не видно? Что, поехали? Клиренс непонятно. Я вообще, он занижен. Мотоцикл даже знаю. Заниженный, видишь? Спортивная, спортивная, да. Что, давай, ты возглавляешь? Я за тобой. Не, за тобой ветер. Я тоже без рации. Ну, ничего, рация не страшно. Будем так голосом кричать. Полетели. Шлем одел. Шо там, Олег? Шо там? Течет. Нормально? Течет? А, это нормально. Так и должно быть. Вот он, старт. Да, сегодня серьезно мы подготовились. Машины все подготовлены, как никогда. Мотоцикл есть, вдруг за водой съездить или за запчастями, чтобы побыстрейку пробки объехать. Ну, и машина поддержки Олежек на Гранд Витаре, на АТ-шке, тоже пойдет. Сейчас еще Нива приедет, известная очень. Так, красный там. Леня проскочил. Все, амортизаторы, главное, поменяли. То я переживал надпись ИЖ. Был я в Ижевске, в далеком 94-м. Блин, 30 лет назад получается, да? 30 лет назад. Тогда еще люди там были не с полностью потерянным мозгом. Не так, как сейчас. Да, 2300 с Киева выживаю в сквотную сторону. Кстати, от такого мотоцикла возили мы туда диски сцепления. Их делали в Прилуках. Ну, Союз же только развалился, грубо говоря, 3 года прошло. И делали диски сцепления от Ижа в Прилуках, и мы их туда возили. Оттуда уже запчасти на Москвич. Да, 30 лет пролетело незаметно. Да, кстати, первый раз поехали в июне, наверное, 4-го, 94-го. А заключительная поездка в Ижевск была в октябрь-ноябрь, представляете, 94-й. Ох, было жестко вообще. Это зима такая лютая. С Киева выезжали. Дождь шел, заезжаем. В Брянскую область. Тупо каток вообще. Этот дождь весь замерз. И по льду ехали. Такая поездка жесткая-жесткая была. Мы там почти месяц ездили, пока диски эти продали. Не сезон. Надо было сразу цену опустить и сбросить их. Мы там их продавали недели две, наверное, две с половиной. Да, планета. Была у меня планета приличная. Она не отъездила. Юпитер был. Давайте, кто не с Киева. Динамовская база слева. Иногда мячи тут как-то едем. Нескучная. И мяч лежит вот тут на траве. Улетел с базы. Да, одна из лучших. Наверное, в мире даже может. Но в Европе точно. Такие условия шикарные. Вчера Гордон рассказывает, как суркисы тянут клуб. Тянут, тянут. Убыточный. Да. Сказал бы я, что они тянут или тянули. Вот и Нива какая-то. С крымскими номерами. Не с нами. На Крым пошла, наверное. Да, в Крым, кстати, в этом направлении раньше. Ну, по Новообуховской только ехали. Не по правительственной. Так ближе всего было. Через Кировоград, через Васиятская. Ох, там дорожка, конечно. Как-то повез я поляка в Крым. По этой дороге. Мира говорит, Руслан, Руслан, можно чуть помедленнее? Мне, чтобы тебя догнать, надо ехать 180. Говорю, хорошо. Да, это 94-й год был, кстати. Да, Сыжавска тяжелая была дорога. Тоже мы что-то 8 дней ехали. Вот, когда диски продали, сцепление, нагрузились так, что ломались там и оси на прицепе. Я уже рассказывал как-то. Ну, не все же все видео видели. Там 5000 роликов на канале. Подписывайтесь, кстати. Там есть, что посмотреть у нас. Есть с миллионами просмотров. Есть не менее хорошие ролики, которые YouTube не подхватил. Ну, сейчас вообще YouTube на своей волне. Там, благодаря этому полутораметровому уйлу ботексному. Ну, это мелочи все на фоне того, что происходит. Но YouTube это ерунда. Так, ну сейчас доедем. Человек с мясом едет с противоположной стороны. Говорит, позвонил, шампура забыл. Спрашивают, есть у кого-то. А у меня есть, только в бэхе в багажнике лежат. Я что-то забыл их взять. Точнее, не знал, что они нам понадобятся. Такой коллектив серьезный сегодня, вы сами видели. Ставьте лайки коллективу. Подписывайтесь. И увидите лучший в мире оффроуд. Сегодня он точно будет крутейший просто. Ни одного слабого внедорожника. Все. Ну, можем Ниву, конечно, если Андрюха захочет взять с собой в стоке. Хе, чтоб было не скучно. Так, приближаемся к месту, где Леня лежал на боку. Я уже в прошлой, в прошлой нашей поездке показывал, как он стоит вот тут посередине дороги, без полуоси. Уже, правда, не на боку, уже на колесах. Что, все. Люцифер там на хвосте. Что у нас получается сегодня? Раз, два, три. Три заряженных УАЗа. УАЗов больше всего. Три заряженных, одна заряженная Шишига, кстати, с ИВКовским мотором. Шишига. И на Байдеровских колесах на два дюйма больше они. Родных Шишиговских. Ну, и вот эта тачка, где она там, вот она, в зеркале. Такой коллектив серьезный. Давайте, пока едем, про УАЗы расскажу. Вот перед нами УАЗ на УНИМОГовских мостах 613-й или 17-й мотор забыл. Какой? Или 12-й, 13-й, 12-й. В общем, 2,7, который мерседесовский, в котором там 160-170 сил, в зависимости от от прошивки для того, с чего его сняли. Что там еще у нас? Сороковые Триподоры. Ну, я уже показывал там на парковочке. Ну, Вадима УАЗ, вы все знаете, просто на вояках, на Максисе, обычной 33-й, на 12,5 шин мне. Ну, там рессоры чуть доработаны, правильные. Обычный мотор, УАЗовский. Ну, просто все сделано правильными руками, аккуратно некачественно. Ну, и Люцифер. Там на Лафете за мной едет. БТР-овские шины. Ой, БТР-овские шины ФБЛ-160. БТР-овские наши шиги. ФБЛ-160. Патрулевские мосты. 51-й мотор БМВ. 21-й мотор БМВшный, насколько я помню. Ну, сейчас доедем, уточню. 21-й вроде. Стоп, не 21-й, 51-й. 51-й мотор, правильно, все я сначала сказал. 21-й, это у меня было БМВ когда-то. Две даже с 21-й мотором были. 28-й кузов и 34-й. И в Крым мы на обоих, на обеих этих машинах ездили. Да. Все зеленеет красиво. Нереально. Еще и дождь обещали сегодня. Ну, там без дождя весело всегда. Ну, бывает летом в июле, где-то в августе, когда долго нет дождей. Вспоминал сегодня эту покатуху. Был Саня на Чирокезе. Леня был еще на мостах, которые родные на Самурае. Сейчас у него вояки. Леню тоже к УАЗам можно записать. Мосты УАЗовские у него. Хотя, мотор от БМВ. Такой ассортимент у нас транспорта сегодня нормальный. Да-да, он умудрился даже в сухом месте, на ровном, положить на бок. Так и так в такой неполностью подсохшей грязи отпечаталось его очертание его внедорожника. Хорошая тогда покатуха была тоже. Машин было немного. Меньше, чем сегодня. Да, после того оффроуда двухнедельной давности не скучно, а немного людей решило поехать. Есть оффроуд параллельно на полигоне. Кто хочет по суше, там можно покататься пыльными дорожками в любое время года. Кроме зимы и ранней весны. Так, ну что, сейчас доезжаем уже до места. О, нормальный Ягуар, я вам скажу. Помните, я рассказывал в прошлом ролике, когда мы ехали в эту сторону, то, говорю, тут любые тачки ездят. Вот такой Лексус на базе трехсотки, это ни о чем вообще. Ну, конечно, тут на МЛ-е, ну, мы же спешим, куда вы. Не отстать, не дай бог. На одну восьмерку не хватило денег, видите, у него. Ну, на три хватило. Три бесплатно. Блин, поджимаются они, эти сиротки. Две сиротки. Они вместе, наверное, боятся потеряться. МЛ. Бедные попали в нашу колонну. Нервничают, наверное, там внутри. Думают, блин, куда мы попали? Как их обогнать? Почему их так много? Почему у них такие большие колеса? Уже пошатывается с утра или с вечера идет измотан. А тут дачи, видите, попроще. Это с советских времен еще. Ну, видно по архитектуре четко. Такие маленькие. Тогда же нельзя было строить. Были определенные размеры разрешены только. Вспомнил. Ну, тут я уже показывал, рассказывал про этих, которые тут справа-слева живут. Опять про дорогу. Вчера вечером позвонили постоянные клиенты. Надо Теслу было отвезти. А тут по району просто. С СТО на СТО. Она не на учете еще. На этой платформе, где сейчас бейзевый запорожец. Кстати, по цвету дома вот слева нормально подошел бы. И забор такой похожий. В общем, везу Теслу и поехал. Улица Бориспольская у нас есть, известная. Я по ней каждый день езжу. Не езжу, а скачу. Кто не скачет, той москаль. Короче, и поехал объезжаю я это место всегда. Это вечером, думаю, что там объезжать. Поеду по прямой, по Бориспольской, в районе Дарницкого рынка. Вот в полном смысле слова, ямы такие, что не уверен, что каждый внедорожник там проедет, не говоря уже про про легковую машину. Просто жесть какая-то. Я вот просто на эту дорогу посмотрел и вспомнил тупо, который вчера вечером ехал. Просто ее нет вообще. Просто нет. И, ну, скажем, в советское время по ней там три машины в день проезжало. Ну, там тупичок был, промзона, то есть, ну, сейчас много домов построили, много машин и выезд на Харьковскую площадь. И достаточно большой поток машин, ну, просто нет дороги. Ну, вообще просто жесть какая-то. Я не представляю вообще. Аж захотелось снять отдельное видео про эту дорогу, но надо будет снять, кстати. Просто ямы нереальные. Вот тут все хорошо, ровно. Хотя грузовики тут тоже ездят, строят же дома. Забор крутой. Видно особые люди. Там попроще дальше. А здесь такой. Можно девятиэтажку было из этого забора построить. Ну, небольшую, но можно. В цикле, кстати, Саня, который... который починил запорожец. Торсионы я попросил опустить, но, говорит, тяжело поймать, как бы там еще пол неровный, выражая у него немножко. который реанимировал тачку. Ну, вроде все там поподтягивал, позатягивал. Он такой аккуратный, ответственный очень человек. Транспортер у него хорошо сделанный. такой, как у меня, только пассажир. Да, вот эти колонны. То, что я говорил. Елик свеженький. Тут елики, Лексусы, Ауди. Другие машины практически не ездят, только мы иногда. Вон гольф-поле. Вот там финиш нашей покатухи. Вот тут и можно срезать сразу на финиш, но на другой берег приехать. Так, тут прилично ехать. По кругу. Там гольф-поле, поэтому гольф-брод называется просто, когда пересекаешь. Я помню, первый раз переплыли гольф-брод. Раньше регулярно мы это делали. Сейчас как-то не всегда, ну, не всегда машины подготовленные для этого есть. Все, тут стройка продолжается. Все нормально, ничего не изменилось. Сейчас зазеленеет, хуже видно будет. И забор уже там есть. Закон про мобилизацию тут приняли у нас. Ну, почти приняли уже в стадии. Говорю, Израиль, вот это уровень, вот это страна для для подражания их мобилизации. Чьим бы ты сыном не был, кто бы ты ни был, все служат, все готовы спасать страну. У нас немножко не так, но ничего. Вон там свежие-свежие-свежие дома. Видите, уже целые кварталы растут. Хорошо видно тут. Одометр в спорткаре моем работает как хочет. То, то идеально. Вот сейчас правильно показывают. Я заправлялся только что перед выездом по километражу четко. 36 как раз вот точно работает. Было неправильно показывал. Не знаю, от чего. Зависит. Вот остался кусочек природы. Хотя там может дальше заборы. Потому что ребята говорили, не, река вон видно, можно подъехать в заливы Днепра. Ну, скоро не подъедешь. Осталось тут недолго, я думаю. Никогда тут когда-то катались давно один раз. Ну, не, вон уже дома там есть тоже. Да, сегодня пыльно чуть-чуть. Ну, там не будет пыльного фроунде сейчас. Да, что-то по ощущениям еще выше вроде стало. Не знаю. красота. Я говорил много раз. Такой уголок природы сохранился первозданный. все зеленеет. Две недели прошло. На прошлой неделе мы не катались. Думал, сегодня как-то людей будет больше. У тонировки сегодня день рождения. Можете поздравить его все. Мы будем отмечать его день рождения без него, но это не страшно. выйдем на связь телефонную, поздравим его всей бандой. Может на видео даже, если интернет потянет. Смотрите, как тут классно, просто нереально. Самая такая весна, когда вот эти все листики только-только распустились. Самая бомба. хорошо, не жарко сегодня. Не, не туда, ребята, поехали рано, нам же разгрузиться надо. Рации нет у меня. Вода по уровню примерно, как и была две недели назад особо. Не упала, не поднялась. Хотя так объективно сложно. Сейчас доедем до оффроуда, увидим. Как в сказке просто. Цвета нереальные. Еще Samsung красит немножко, но они и так крутые. полевые дорожки подсохли. Сегодня, надеюсь, я не застряну. Маршрут наш не подсох. В любом случае там будет хорошо. Леня рвется в бой просто. Уже хотел нырнуть в оффроуд, не доезжая в лагерь. Вот тут можно съезжать без трапа. удачная. так и хотел припарковаться. Ох, и классно сегодня. Вот эта груша известная, возле которой все тонут обычно. Леня комбайнер. Ух, у тебя и камера, слышишь, да, я покажу твою камеру. Размеры, да. Да, я вижу. Так, Вадим спускается. Сейчас я съезжаю без трапов, съезд без трапов, смотри. Хорошо. Субтитры Куль не поворачивал, заблокировка не выключалась. Вот они приборчики, кто не видит. Слышишь, только давление масла что-то как-то оно это. Когда оно слышно, оно напирает. Ты пробовал? Да, работает. Но слабенькая, да? Надо механическим померять, да, может датчик неправильно показывает. Сотлитровая, ну не поможет, мне кажется. Хотя УАЗ плавал же с бочками. Это и легче будет, кстати, с бочками. Она же легче раза в три, блин. Это маячки, когда вот так воды, чтобы видно было, где машина. Ватерлиния. Леня, ты видел новый тюнинг? А ты потом, когда поломаешься, расставишь вишки, чтобы тебя не раздавить. Нет, это чтобы видно, когда я под водой глубоко ухожу. Понял? Так, Люцифер съезжает. Колеса все спускают. Надо и себе спустить, может. Люди говорят, мне все время надо заправляться. Это ж БМВ, говорит, Лёгий. Фото давай сделаю. Давай. Говорит, мне все время надо заправляться, говорит. Это ж БМВ. Оно или масло жрет, или бензин. Какая-то у тебя для заправки канистра небольшая очень. Так у меня машина тоже небольшая. А, машина тоже. Ну, я бы не сказал, высокая она у тебя. Высокая? Видел там, видел Ягуар там кабриолет обгонял нас? Да, там что-то даже рычал так жом. Он меньше тебя? На много. Я испугался, думал, что он прыгнет, блин. А там ям. Это не на Ниве он. Я думал, на Ниве будет человек. А Нива где, ё-моё? Я уже анонсировал, люди ждут, блин. Нива. Нива где? Бруно. Бруно, мальчик мой. Какой ты красивый. Андрюха в лосинок, блин. Вот это штурман. Сегодня быстрый, слышишь? А чего вот это место жёлтое? Где он? Это вперёд. Это вперёд. А сзади коричневая. А сзади коричневая. Ох и мой, чё, да. Говорит, это ж вперёд, а сзади коричневая. А что-то вроде не знает. Ну что, поехали? Подписывайтесь на канал.